Югорчане отмечают День России. Это один из самых молодых государственных праздников в стране. До 2002 года он именовался как День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Традиционно по всей стране сегодня пройдут патриотические акции, тематические выставки и концерты. О том, как Югра готовилась к празднику и зачем жители окружной столицы развернули на горе гигантский триколор, знает моя коллега Наталья Акст. Россия, священная наша держава, Россия! Российский гимн объединил артистов Хантамансийска и Новороссийска. Главная патриотическая песня страны прозвучала у аркады парка имени Бориса Лосева. Здесь в цинических костюмах с национальным колоритом выступил местный хор русской песни «Раздолье» и неоднократный лауреат всероссийских и международных конкурсов и фестивалей ансамбль народной песни «Росичи», приехавшие в окружную столицу с ответным визитом и музыкальной программой в качестве подарка. День города Хантамансийска совпадает с Днем России и что мы этот праздник встретим здесь, для нас огромная, великая радость и честь. Нам очень понравился город, он поразил своей чистотой, красотой, зеленью и, конечно же, радушным приемом жителей. Очень радует, что везде встречают с улыбками. Музыканты культурно-досугового центра «Октябрь» и города Побратима стали участниками всероссийской хоровой акции «За Родину, за Россию». Они не просто пели гимн, они снимали клип, который станет частью видеоролика, составленного из выступлений коллективов всей страны. В День России его выставят на различных интернет-площадках, а также покажут по телевидению. Нам отрадно, что в этот праздник нам доверена такая честь, потому что праздник большой, праздник серьезный. Для каждого россиянина он должен быть самым дорогим и самым важным. Я люблю свою страну, люблю свою Родину. Это один из праздников, который мы отмечаем в наших семьях. Мы прививаем любовь к данному празднику нашим детям, знакомим с ним, с его историей. День России – один из самых молодых государственных праздников в стране. До 2002 года он именовался как День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это важное событие произошло 12 июня 1990 года на съезде народных депутатов РСФСР. Документ признавал главенство Конституции Российской Федерации и ее законов. А ровно через год после всенародных выборов у страны появился первый президент Борис Ельцин. В историю любого государства есть основные даты, которые раскрывают вехи становления и развития этого государства. В истории России одной из таких дат является 12 июня. Маленькая такая ремарка – это некоторые люди называют его День независимости. Я хочу сразу сказать, что это неправильно, потому что это все-таки не независимость, это принятие Декларации о суверенитете. И это этап становления новой России, новой современной России. Обо всех этапах становления нашего государства югорчане могут узнать в парке «Россия – моя история». Полтора года назад он открылся в Сургуте. От обычного исторического музея парк отличается своей интерактивностью. Здесь не то, чтобы можно, а нужно все испытывать, трогать, собирать и разбирать. Вот, например, референдум о сохранении СССР. А это мультимедийный котлован с последствиями Второй мировой войны. Между тем, в каждом зале есть и региональный компонент. У нас один из самых по наполняемости больших, крупных региональных компонентов. Это свыше 300 статей, он постоянно дополняется. В разработке регионального компонента Югры принимали участие представители всех практически высших учебных заведений нашего округа. И даже мы немножечко привлекали специалистов из УРФО. Тоже нам помогали, потому что у них достаточно богатая база. Ну и, конечно, специалисты-археологи. К 12 июня в парке дополнили информацию на тач-панелях. Теперь гости и сургутяне могут увидеть, как менялась геральдика югорских городов, да и вообще, какой был край черного золота и муксуна много веков назад. Этот стенд, перед которым мы с вами стоим, уже посвящен другому царю, Федору Иоанновичу. Это последний из династии Рюриковичей. Именно при нем были подписаны указы о основании таких поселков и острогов, как Березово и Пилым. Здесь представлен очень интересный материал. Как раз идет у нас фрагмент наказа о строительстве сургута. Вот так выглядел указ, который подписал Федор Иоаннович. А вот история Хантамансийска начинается с Самаровского яма. По распоряжению царя Михаила Романова в 1635 году сюда на поселение приехали 100 ямщиков с женами и детьми. Мы находимся на Комиссарской горе в Хантамансийске у подножия стелы первооткрывателем земли Югорской. Эта трехгранная 60-метровая пирамида была построена 18 лет назад. Ее пик является самой высокой точкой города и виден отовсюду. Именно здесь в честь праздника сотрудники Центра дополнительного образования «Перспектива» решили развернуть российский триколор размером 11 на 16 метров. Спускаться будет 6 человек, 3 снизу будут флаг держать, 3 сверху. Спускаются примерно, то есть если брать нижних людей, то они примерно на 8-10 метров не спускаются. В принципе для подготовленных людей ничего здесь сложного нету в плане спуска самого. Держать флаг немножко непривычно. Флаг будут разворачивать педагоги по спортивному туризму. Они совершат спуск с помощью индивидуальной страховочной системы. Мы держим флаг не в руках, а мы завязываем его. За край. И карабину прицепляем к системе, чтобы руки у нас свободны были для страховки. Удерживать в принципе его легко, ткань легкая, как парусина. Но если ветер задует, то конечно будет уносить нас чуть-чуть. Гляжу в озера синие, в полях ромашки рву. Российский флаг занял свое место на склоне Комиссарской горы, чтобы порадовать жителей Хантамансийска и поздравить их с праздником. С Днем России, свободы, гражданского мира и согласия людей на основе закона и справедливости. Наталья Акс, Ольга Придоха, Лев Рыжков, Алексей Шахмаев, окружная телерадиокомпания Югра.